Добрый день! На часах 14.30 вы смотрите новости на телеканале НИСЕЙ. Мы работаем для вас в прямом эфире в студии Ксения Митрофанова. Жители края, как и все россияне, сегодня выбирают президента. Согласно Конституции, глава государства будет избран на шестилетний срок путем прямого всеобщего тайного голосования. На пост президента России претендует 8 кандидатов. Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. Голосование в Краевом центре началось, как и везде, ровно в 8 часов утра. И многие отмечают, что сразу после открытия на участках уже было достаточно много народу. Некоторые люди приходили заранее и на улицы ждали, когда им разрешат зайти и проголосовать. Мы продолжаем следить за ходом выборов. Съемочные группы побывали уже на нескольких участках. И сейчас Мария Антюшева находится в Солнечном. Мария, добрый день! Расскажите, как здесь идет голосование. Здравствуйте, Ксения. Мы приехали на самый отдаленный, наверное, избирательный участок нашего города, в микрорайоне Солнечном. Сейчас здесь достаточно много людей. Но вот в 12 часов нам рассказали в избирательной комиссии. Тут был такой наплыв посетителей, что собирались очереди у кабинок. А сейчас мы спросим у председателя участковой избирательной комиссии. Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, с каким настроением люди приходят на участок? Сегодня люди очень рано пошли голосовать. В первой половине дня очень было много народа. Все с удовольствием идут, голосуют, отдаются в гражданский долг. И это очень радует. Скажите, как вам кажется, уже больше половины проголосовало или меньше? Ну, по нашему участку где-то половина, но по другим участкам, которые находятся в нашей школе, уже больше половины. Как вы считаете, остальные все придут до конца дня? Ну, будем надеяться, что все придут. А какие-нибудь у вас были сюрпризы для посетителей участка? Да, был спортивный праздник, был, по-моему, концерт. Мы даже не можем отсюда никуда выйти, потому что очень был большой наплыв. Потом голосование по скверам, голосование по поводу школы, новой, строящейся. То есть было очень много, массовость была большая. Спасибо большое. Ксения, на этом у меня все. Передаю вам слово. Спасибо, Мария. Кстати, про голосование по скверам мы еще расскажем сегодня в выпуске. Мы продолжаем. Всего же в нашем регионе сегодня открылось 2202 избирательных участка. За ходом голосования в городах и районах края с самого утра следят наши собственные корреспонденты и в течение дня передают нам самую свежую информацию. Как проходит голосование в Минусинске, узнаем из включения Ольги Максюшиной. В Минусинске ровно в 8.00 по местному времени свои двери для избирателей открыли 27 избирательных участков. Из них 25 постоянных и 2 на территории городской больницы и тюрьмы. Все участки обеспечены всем необходимым, в том числе бюллетенями. Пик избирательной активности пришелся на промежуток с 9 утра до часа дня. Серьезных нарушений и происшествий не зафиксировано. Отдать свой голос за того или иного кандидата на пост президента страны могут более 53 тысяч жителей южной столицы края. Безопасность и законность проведения процедуры голосования обеспечивают сотрудники полиции. Также за соблюдением правил голосования следят наблюдатели. Это же выбор наш. Мы же должны голосовать. Вот пришли вместе с семьей, проголосовали. Ребенок спустил бюллетень, все довольны. Я впервые голосовала и мне дарится подарок. Я считаю, что выборы нужны на процедуру, потому что люди сами выбирают, кто будет править страной и надеются на порядок. Здесь же для всех желающих ярмарка продажа продукции местных производителей. А работники культуры, педагоги учреждений дополнительного образования и творческие коллективы города подготовили свои самые яркие номера, чтобы создать горожанам в этот особенный день праздничное настроение. В Красноярском следственном изоляторе номер один открыт свой избирательный участок. Подозреваемых и обвиняемых выводили из камер небольшими группами. По несколько человек давали возможность исполнить гражданский долг, после чего возвращали обратно в камеру. Далее наступал черед следующей группы. В сезон номер один содержится около тысячи человек, но голосовать имеют право не все. Граждане, у которых решение суда уже вступило в силу, были исключены из списка избирателей, как и положено по закону. Также возможность проголосовать на этом участке была и у работников учреждения. Сотрудники, которые заступили сегодня на службу, им предоставили возможность рабочей линии с восьми. Именно в восемь часов они прибыли на избирательный участок, проголосовали, после чего пошли, заступили на службу, для того, чтобы не снимать их в течение дня, не отвлекать от несения службы. Свой голос за одного из кандидатов отдал сегодня митрополит Красноярский-Ячинский. Пантелеймон проголосовал на избирательном участке на улице Лесно, недалеко от Успенского мужского монастыря. Владыка отметил, что очень важно сегодня иметь активную гражданскую позицию. Пассивность, которую проявляем как граждане, она губительна для всего позитивного, прогрессивного, что должно развивать наше общество, настоящее, будущее и даже будущее дальние времена. Если мы хотим видеть Россию цветущей, свободной, демократичной, радостной, в конце концов, мы все должны принять участие в самые судьбеносные моменты, примерно такие, как выборы. Свою гражданскую позицию сегодня выразила главный мусульманин края Гаяс Фадкулин. Муфти отметил, если россияне хотят жить лучше, они должны прийти на выборы и проголосовать за будущее страны. Сам он отдал свой голос одним из первых в 9 часов утра. Крайне важно, чтобы мы не просто хотели, чтобы мы не просто желали, чтобы мы не опускали руки, но нет, мы занимали активную гражданскую позицию, чтобы мы жили, дышали, двигатели, пытались изменить нашу страну к лучшему. И сегодня такой выбор, такой момент, такой шанс есть у каждого из нас, у каждого из жителей России. Прийти, проголосовать. Я сделал свой выбор. Я за сильную страну. Напомню, сегодня же на избирательных участках края идет голосование за проект «Комфортная городская среда». В рамках этого федерального проекта в текущем году будут благоустроены скверы в 27 городах и поселках нашего региона. А вот какие именно площадки попадут в программу, должны выбрать сами жители. Самые свежие данные о ходе голосования в нашем регионе из краевой избирательной комиссии продолжает передавать моя коллега Алина Штоколова. Она находится в пресс-центре. Прошла уже третья пресс-конференция председателя Крайсбиркома Алексея Подушкина. Алина, добрый день. Расскажите, какие новости к этому часу? Ну и, конечно, главный вопрос, каковы последние данные по явке? Ксения, снова здравствуйте. Спешим поделиться с вами самой свежей информацией. По данным Крайсбиркома, к полудню проголосовало уже почти четверть жителей края. Это больше полумиллиона человек. По сравнению с прошлыми президентскими выборами, явка на 12 часов выше на 7%. По-прежнему в лидерах Северо-Енисейский район. Там на избирательные участки пришли больше 55% включенных в списки. Близки к этому показателю также поселок Солнечный, Байкит и Труханский район. Самая низкая явка в Норильске. Там свой гражданский долг исполнили чуть больше 16% избирателей. В Крывом центре эта цифра немного не дотянула до 19%. Что касается жалоб. На данный момент на горячую линию Крайсбиркома поступило 52 обращения от жителей. Каких-либо серьезных нарушений не выявлено. Люди жалуются, например, на то, что помещение для голосования перенесли с первого на второй этаж. На нескольких участках в час пик было тесновато. Также избиратели жаловались на неточности в списках. Со всеми обращениями работают специалисты. И вот как это комментирует глава Крайсбиркома Алексей Подушкин. Избиратель из года в год ходит на выборы, но его почему-то в списках избирателей нет. Несмотря на то, что в дополнительные списки включают. Потом главы муниципальных образований эту информацию тоже должны учесть и передать нашим специалистам для включения в базы данных. Но по тем или иным причинам почему-то ранее этого не происходило. Поэтому мы на этом еще раз, конечно, заострим очень большое внимание. Мы обязательно эти данные все учтем, чтобы у нас списки избирателей были максимально точные. И это пока вся основная информация, которой с нами поделился глава Крайсбиркома. Мы, в свою очередь, продолжаем следить за тем, как голосуют жители Большого края. Следующая пресс-конференция назначена на 4 часа дня. Так что всей самой свежей информацией мы с вами поделимся уже в следующем выпуске новостей в 16.30. Поэтому, Ксения, я с вами не прощаюсь. До скорой встречи. Спасибо, Алина. Увидимся еще в прямом эфире. Наши выпуски продолжаются. И я напомню, чтобы вы не пропустили, в 16.30, в 18.30 будут выпуски новостей. И затем еще в 21.30 итоги. Но вот в час ночи вас ждет большой выпуск ночных новостей. Телефон редакции новостей 236-01-36. Адрес в интернете 3W-ENC-TV.